Всем привет! Это Puzzle English, я Оля. Мир не стоит на месте, и вместе с ним меняется язык. Изменения в социальной сфере, вежливое и уважительное отношение к разным представителям общества фиксируются в новых словах, давая их значению безоценочный и современный окрас. Сегодня я бы хотела вам рассказать об изменениях в употреблении привычных слов, о словах, которые пришли им на замену, и пояснить, с чем это связано. И начну с того, что в англоязычном мире есть тенденция к поиску нейтральных, более корректных понятий, касающихся половой принадлежности, возраста, отклонения от норм состояния здоровья и внешности. Эта сфера языка меняется динамично, и сразу оговорюсь, что упомянутые сегодня термины могут быть также заменены в скором времени. Начнем с изменений, коснувшихся слова man, отдельно или в составе сложных слов. Обратимся к словарю, и помимо известного значения слова мужчина, еще обнаружим два устаревших – man – человек, и man – муж. Причем употребление слова man в значении муж еще не так давно использовалось в свадебной речи священника. Сейчас, конечно же, в свадебной клятве используется слово husband вместо man. Названия профессий, в которых исторически были задействованы мужчины, претерпевают изменения. На смену им приходят бесполые термины. Например, postman – почтальон, стал называться mail carrier – разносчик почты. Полицейский – policeman, теперь police officer – офицер полиции. Foreman – начальник, бригадир, прораб трансформировался в supervisor. Fireman – пожарный, стал борцом с огнем – firefighter. Еще компонент man в сложных словах заменяется на person. Так, альтернативой businessman может быть business person, буквально бизнес-персона. Или business owner – владелец бизнеса. Congressman – перешел в нейтральную форму congressperson – представитель конгресса. Spokesman – пресс-секретарь, перешел в spokesperson. Большинство слов с суффиксом s и ss, обозначающих ранее женские профессии, заменяются на нейтральные. Так, например, headmistress – директриса, вы, скорее всего, не встретите. На смену пришел headteacher – главный учитель, тот же директор школы. Вместо слова stewardess употребляется flight attendant – дословно сопровождающий полет. Такой прием замены слов смягчает обозначение какого-либо явления, делает его эмоционально нейтральным, для того, чтобы не задевать чувства и достоинства человека. Он развеивает гендерный стереотип, связанный с профессией, и снижает разные виды дискриминации. Первая группа слов смягчает возрастную дискриминацию. Возник даже такой термин – ageism – притеснение людей определенного возраста. С ageismом можно встретиться просто при поиске работы, когда работодатель требует сотрудника, например, строго до 35 лет, полагая, что в 36 он уже будет неработоспособен. Избегается употребление слова old – старый. Вместо него распространены такие альтернативы. Senior – старший, опытный. Mature – зрелый, взрослый. И seasoned – опытный, закаленный. Понятие пенсионер – retiree, retired person – можно встретить наравне с senior citizen – старший гражданин. Последняя форма более вежливая. Она смещает акцент со значения ухода в отставку на опытность старшего поколения. Вот вам пример из сериала Two Bro Girls в русской версии «Две девицы на милик». 75-летний герой Эрл нахваливает себя при знакомстве, как хорошее вино. А в этом эпизоде из фильма «Веселая мордашка» героиня сама себя поправляет. Чтобы не задевать чувства людей с инвалидностью или ограниченными физическими или умственными способностями, в обществе появляются разные формулировки. На смену устаревшему «the handicapped» пришел термин, обозначающий людей с ограниченными физическими или умственными способностями – «the disabled». Она всегда была эффективным представителем интересов инвалидов. Соответственно, «disabled person» или «person with disabilities» – это обобщенный термин человека с ограниченными физическими или умственными способностями. Такой подход не описывает конкретную проблему, с которой сталкивается индивид, и поэтому может восприниматься оскорбительным. Уточнение может звучать как «physically disabled» или «mentally disabled». Людей с ограниченными умственными способностями вместо уничижительного «retarded person» – «отсталый» еще принято обозначать нейтрально. Помимо «person with mental health disability» еще «person with intellectual disabilities», «people with learning difficulties» и «learning disabled» – «лишенные возможности учиться». Когда есть ограничения, связанные со слухом, зрением или речью, то тут прямолинейные термины сменяются на более щадящие. Вместо «deaf» – «глухой» используется «hearing impaired» – «люди с нарушением слуха». Вместо «blind» – «слепой» – «visually impaired» – «слабовидящий, лишенный зрения». Вместо «dumb» – «немой» – «speech impaired». Давайте обобщим все термины в одном предложении. Существуют эффективные инструменты, которые улучшают процесс обучения для учеников с нарушением зрения, слуха и речи. Итак, мы с вами изучили, как изменились названия профессии, терминов, связанных с полом, возрастом и состоянием здоровья. Делитесь в комментариях, встречали ли вы их в фильмах, статьях или других источниках. Или напишите свои варианты. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok